приветствую зрителей на канале с вами смайлсик и это следующее видео по игре коди одной из самых хардкорных игр по визуальному программированию подобного блочного типа и поначалу да это так не кажется но у нас еще все впереди итак процедуры давайте посмотрим ну что здесь у нас логично что мы прыгаем и забираем да если вы вышли в меню то нужно будет заново делать ускорение и было бы неплохо здесь процедур эти вызывать но нет приходится их перетаскать можно это сделать вот так а можно сделать напрямую ну формально нам нужно будет сделать 1 2 3 мы берем тут же зажигается все и вот что мне здесь не нравится нужно будет постоянно между ними переключаться чтобы видеть их все и это очень неудобно сейчас кажется что ну да что за ерунда в принципе вот ты же видишь процедуру вот она здесь все но когда процедур станет больше вы поймете чем я говорю так здесь можно спрыгнуть сверху он давайте тоже это проверим так сколько у нас здесь команд давайте сделаем так что мы просто так поворачиваемся запрыгиваем а здесь уже процедуру один вызовем просто как будто у нас одна большая так до куда мы дошли вот здесь запрыгиваем поворачиваемся делаем шаг и спрыгиваем да нам не дали спрыгнуть может сойти дадут да тоже нам не дают то есть на эти части мы спрыгнуть не можем никак с любой высоты только в пропасть можем и так давайте сделаем все как полагается какое у нас действие которое будет повторяться и так мы идем вперед хватаем звезду поворачиваемся запрыгиваем и поворачиваемся снова чтобы снова смотреть вперед то есть циклы нам здесь просто не дают сделать здесь все строго ограничено и на мой взгляд это не самая лучшая идея то есть по сути автор говорит что смотрите вот только так это нужно проходить может быть с одной стороны это и уместно но было бы неплохо ограничение делать не таким образом то есть команд сделать больше а сделать какую-нибудь систему что вот уложитесь столько-то команд и вот ну вот как в лайтботе сделано почему здесь сделано не так но ладно не будем придираться будем постепенно проходить и так вот у нас теперь две процедуры и в какой из них сколько команд придется держать голове здесь несколько и то есть вот сейчас уже становится не очень то удобно разложить их на несколько но сделать помельче разложить на несколько это еще ним не минимум процедура 3 еще появится потом появятся циклы и условия и это все по отдельности нужно будет держать голове это очень неудобно и так очевидно процедура 4 будет занимать раз два три три шага и нажатие на кнопку процедура 2 эта процедура для разворота не принципиально в какую сторону будем делать этот разворот и так наша задача добраться до сюда нам мешает красная дверь можем нажать ее сразу можем нажать позже формально мы отсюда тоже пойдем сюда поэтому нажмем ее в конце и так вызываем процедуру 1 вот помните что процедура 1 это четыре блока хотя бы количество бы что ли их указывать я не знаю далее идет разворот возвращаемся после этого мы поворачиваем направо снова движение вперед с нажатием да и здесь вот нажатие лучше делать все таким в конце то есть вот здесь это было бы актуальней то есть вот здесь наверное да все правильно сделано и снова процедура один все еще раз покажу что если вдруг вам нужно было это по своим то есть ли вам требуется подсказка то я покажу все команды что вы могли их повторить вот здесь появилось уже три процедуры по какому принципу раскиданы вот эти что имел ввиду автор не совсем понятно хотя на самом деле вот здесь главной программе ну я решил просто попробовать и сделать вот так что это по сути одна большая программа осталось только найти путь может его можно как-то оптимизировать но я не стал с этим заморачиваться если хотите вы можете это сделать итак мы идем вперед поворачиваемся направо берем поворачиваемся налево и запрыгиваем наверх все и здесь вот действительно удобнее сделать вот так то есть прямо смотреть что будет дальше итак отсюда мы берем делаем шаг далее тут у нас прямая плоскость телепортируемся сюда мы зайдем вот с этой страны с нам осталось по сути только взять вот эту звезду если мы пойдем отсюда потом возвращаться это будет долго лишние повороты какие-то итак два шага телепорт потом шаг прыжок прыжок и взятие все осталось только третья процедура лишь бы ее хватило давайте посмотрим где мы остановимся вот здесь спрыгиваем поворачиваемся снова прыгаем прыгаем все вот мы как раз ровно и уложились наверняка это и планируется такое решение не совсем понятно зачем было это делить вот на такие блоки то есть если допустим вот здесь все заканчивается взятием то здесь не заканчивается каким образом было достигнуто это деление мне не совсем ясно пишите в комментариях если вы поняли затею автора если вы автор тоже пишите в комментариях теперь познакомлю тебя с таким понятием как рекурсия рекурсия когда процедура вызывает сама себя если посмотреть на этот уровень то мы увидим что в программе main только одно место для команды как раз для процедуры а сама процедура с рекурсия будет выглядеть вот так говоря словами я буду идти прямо потом подберу звездочку потом вызову опять процедуру 1 и так будет продолжаться до тех пор пока я не доберусь до выхода процедуру кнопка прок 1 перетаскивается также долгим нажатием как и в main если рекурсию написать неправильно например первым действием в процедуре тоже поставить прок 1 получится бесконечная процедура без действий моя программа выдаст сообщение об ошибке так ну давайте попробуем вызвать эту ошибку и сразу а если мы добавим одно действие что будет в данном случае сколько действий нужно будет сделать чтобы он выдал сообщение об ошибке и насколько я понял этих действий будет бесконечно много то есть данный вариант застрахован только лишь одним способом то есть вот мы если процедура будет стоять на первом месте то есть проверка в данном случае идет только здесь все и формально вот я закапываю сколько угодно то есть никаких проблем нет хотя можно было бы на самом деле сделать какую-то глубину внедрения и если она достигнет какого-то числа то есть мы будем поставить то есть какой-то счетчик внутри вставить и соответственно выдавать эту ошибку но в данном случае как мы видим такой проблемы нет то есть здесь по сути и в самой игре есть только проверка на наличие процедуры 1 в самом начале самой себя все ладно давайте сделаем как все и нужно типичный уровень в лайтбот делается все точно также опять же алгоритм движения лестницей делаем шаг вперед берем поворачиваемся шагаем поворачиваемся и вызываем снова сами себя этот уровень был и в лайтботе ну в чем разница опять же здесь если звездочку повторно пытаться взять то она не появится а там лампочки они строго привязаны у них есть значение включена или выключена то есть например если брутфорсить эту игру то здесь нужно будет логику немного переделать формально сейчас лайтбот брутфорсится уже достаточно большое количество команд было скинуто причем я думал что решения будут какие-то более-менее адекватные иногда он выдает прям очень красивые решения иногда просто такая ерунда я просто даже не знаю но бортфорс очень долгий процесс уже несколько дней он идет многие уровни конечно уже расколоты но там самые лютые остались которые очень много команд но когда я буду это видео делать я уже об этом расскажу что-то мы немного отвлеклись и так там уже поставили что у нас три шага взятие поворот вызов это можно поменять местами то есть сделать поворот но то есть взятие после поворота и даже можно также вообще это поставить сюда но я сделаю здесь меньше вызова будет посмотри это блоки с электрошоком если от окажусь на них в одной вспышке то я сломаюсь чтобы этого не произошло я дам тебе новую команду ожидания если ты вызовешь я просто буду стоять один ход но перед тем как начать писать алгоритм запусти компиляции посмотри с каким первым срабатываем электрошок а потом придумай правильный курс и удачи ты справишься и вот каким образом я должен здесь вычислить каким образом они действуют я не вижу тактов на них и казалось бы на этот случай здесь есть трейсинг он в какой-то мере помогает но если этих блока будет много вы навряд ли уследите за ними и так раз одно движение то есть один такт так ага вот то есть мы запускаем программу и делаем ход раз то есть он формально сразу же зажигается это мы можем получить эту информацию потом зажигается там идет пустота и снова и вот на мой взгляд более разумным способом было бы указание чисел то есть сколько то есть вот это вот вместо молнии стояло бы число сколько тактов осталось до зажигания к тому же сама плитка может держать ток может быть и в последующих уровень и не один такт поэтому здесь очень мало информации это очень недружелюбно к игроку так давайте что у нас получается когда мы запускаем первый раз так компиляция опять же раз сразу же то есть мы должны подождать как минимум один раз давайте подождем и нужно пройти сразу же два раза давайте проверим что это действительно работает трейсинг отключаем потом можете но можно будет задать вопрос почему у меня он никуда не идет я вроде компиляции нажимаем никуда не идет здесь надо трекинг отключать сюда он действительно прошел ну и если мы сделаем вот так то здесь это не пройдет поэтому нам потребуется еще одно ожидание и вот это очень не очевидно то есть вот эти вот блоки они очень недружелюбны к игроку а все что можно было сделать это добавить на них число сколько тактов осталось то же самое то есть здесь по сути идет ну формально подбор и так процедура 1 процедура 2 здесь очевидно сразу приходит на ум это спрыгивание взятия или просто шаг взятия и зацикливание то есть наша задача просто дойти до туда здесь у нас идет первая процедура и вторая процедура а в первой мы должны каким-то образом добраться до сюда и повернуться и так делаем шаг и давайте сразу проверим может у нас получится это сделать нет не получилось и так значит попробуем вставить одну то есть сейчас идет просто подбор да это сработало а там у нас идет уже цикл так надо было ее пока убрать для тестирования отлично и так дописываем дальше поворот шаг телепорт и снова поворот все ну и по сути дальше можно вызвать вторую программу все это работает ты наверное уже понял что в одну процедуру можно добавлять другую процедуру во вторую третью и так далее вложенность может быть очень большой попробуй написать правильные процедуры для этого уровня удачи давайте посмотрим 3 и 2 что 32 раз 23 допустим поворот но надо еще запрыгнуть и формально то решение выглядит следующим образом так здесь у нас несколько блоков то есть делаем два шага и но нам же посоветовали вставить одно в другое вот так нам не хватает как раз так поворот и запрыгивание запрыгивание то есть таким образом что было сделано нам просто одну процедуру разбили на две просто для того чтобы показать что одно можно вкладывать в другое почему именно в таком виде что здесь три здесь две не знаю мне нет ответа на этот вопрос делаем следующий и мы окажемся здесь где берем звезду далее еще раз вызвать процедуру у нас не получится потому что мы упадем на колья соответственно мы спрыгиваем телепортируемся и у нас снова вот эта же прямая то есть процедура 1 мы вызываем так ты просто молодец ведь ты уже дошел до последнего уровня нашего первого обучающего сборника я надеюсь ты уже во всем разобрался следующем сборнике тебе ждет много интересного надеюсь на скорую встречу пока пока так ну что у нас здесь есть перемещение вперед можно делать это прыжками поэтому формально само перемещение будет у нас выглядеть просто перемена прыжки и так у нас здесь два и здесь два давайте посмотрим путь если мы телепортируемся то тут телепорту телепорт то есть нам нужно сходить за этой звездой в любом случае а потом уже телепортироваться нам нужно будет развернуться давайте в 3 мы сделаем разворот здесь у нас будет шаги со взятием шаги со взятием да давайте даже сделаем хотя нет пусть так и остается а здесь у нас будет вызов раз два три четыре как раз четыре вызова хотя тогда в конце не шаги будут тогда прыжки я попробую сделать вот таким образом то есть и сюда и сюда я буду перемещаться через вот эту процедуру и опять же вспомнить где она у меня 2 или 3 так вот у нас две процедуры то есть 2 процедура и так первое да вот у нас движение вперед то есть мы окажемся вот здесь да еще и взяли замечательно далее вызываем процедуру 3 разворачиваемся и возвращаемся обратно а дальше все движения идут только прямо то есть наша задача просто телепортироваться и так процедура 1 процедура 3 нужно только для разворота и мы могли в принципе наверно обойтись и без нее так снова телепорт и процедура 1 ну и все формально мне процедура 3 то даже не понадобилось то есть если я ее сейчас уберу и вместо нее поставлю два вот этих разворота которые я оставил здесь то ничего особо то и не изменится то есть они не будут использоваться можно сделать так так ну давайте наверно так и сделаем зачем мне лишние блоки если можно обойтись без них так а третье тогда у нас останется неудел но у нас получилось даже целых три части убрать а может ты хочешь поставить мне звездочки на play market и к сожалению я бы с удовольствием поставил эти звездочки но сейчас это сделать невозможно игры в плей маркете нет первую главу мы полностью прошли выходим вот у нас появились три звезды дают ли здесь две звезды или одну за что их дают либо это просто знак того что мы прошли эту главу пишите в комментариях если вы знаете и это был обучающий сборник далее будет начальный сборник казалось бы ну тоже должно все быть просто а вот нет есть уровни которые вызовут дикую боль поэтому если у вас возникают вопросы то можете обращаться к моим видео но на этом я прощаюсь ставьте лайки подписывайтесь на канал если это еще не сделали рекомендуйте видео знакомым друзьям и до встречи в других видео всем пока